Добрый день, дорогие друзья! Сегодня по вашей просьбе я сделаю обзор на краскопульт Wagner W550. Этот краскопульт я использую для покрытия муссовых тортов пилюром. Вы меня спрашивали, что такое за аппарат, как он называется, где покупала. Покупала его в строительном магазине. Он продается там как для покрытия краской, там стен, что-то опрыскивать, где стены красить. В общем, для этих целей он продается. Ну, а мы кондиторы всегда найдем применение в своей деятельности. Поэтому, кому это интересно, оставайтесь до конца видео. И давайте посмотрим, из чего состоит этот краскопульт и как им пользоваться. Вот так вот краскопульт выглядит вблизи. Объем ёпкости 800 мл. Потом размер сопла 2,5 мм, если не ошибаюсь. Но он очень мелко распыляет, что очень подходит для покрытия велюром. Струёхступенчатое направление можно сделать. Можно сделать вот так вот, вот так струя идти. Вот так, если делаем, вот так вот струя будет идти. А если мы сделаем вот так, вот так, а я обычно делаю для сортов, да, тогда она, ну, вот так вот круглая идёт спыляет, распыляет как бы равномерно. Это самое такое удобное. Но если вам какой-то надо маленький такой объект горизонтально, то делаем вот так или делаем вот так. Чем хороший краскопульт, то что он наносится равномерно и мелко-мелко распыляет вот эту вот саму краску, очень как в пыль, очень удобно. Потом, что ещё здесь хорошо, сейчас вам покажу. У этого сама трубочка, она почти достаёт до дна, посмотрите. За счёт этого у нас уходит минимальное количество нашего велюра. Это очень экономично получается, потому что, как я слыхала, бывает краскопультик, где у этого трубочка она короче. И на дне остаётся очень много краски. Это как бы тоже получается очень удобно. Очень легко разбирать, очень легко мыть его. Разбирается он, здесь просто поворачивается. Так вот разбирается он. Это вы откладываете в сторону. Когда будете мыть потом, да, или там краску нарезать, после использования, намылись, налились-то воды, тёплый, как я сделаю, закручиваю, вставляю обратно и водой уже прыстываю, промываю его хорошенечко. Здесь тоже всё откручивается. Всё это разбирается, всё это можно помыть. Здесь нет ничего сложного. Очень простое в обращении. Вот, сюда же ещё немножко осталась у меня краска, чуть-чуть то, что я пользовалась. В общем, и всё. Ничего здесь сложного нету в этом краскопульте. Сейчас я вам зачитаю характеристики его. Мощность распыления 65 Вт. Производитель от 0 до 110 мм в минуту. Объём ёмкости 800 мл. Потребляемая мощность 280 Вт. Видите, тут и заборы можно красить, и скамейки можно красить, радиаторы можно красить. Всё, на что гораздо. А мы с вами будем красить тортики. Вот он легко опять собирается. Вставляем мы обратно. Не ошибётесь. Всё закручивается. Если вам надо более подобные характеристики, просто наберёте в гобли, и там будет более подробное описание. Всё, закрыли. Нажимаете вот так вот, и он вам распыляет. Распыляет на расстоянии не ближе, чем 20 см. Если очень близко будете распылять, он будет не очень ложится хорошо. А когда подашь, немножечко, тогда он более ровно ложится. Вот такой краскопульт. Вот этот халагасип есть. Вагнер, да, был 550. Если надо более подробной информации, наберёте просто в интернете и почитайте от него. Ну, дорогие друзья, всё я сделала вам краски обзор на краскопульт. Ничего для сложного нет. И всё надо приобретайте. Стоит он в районе 60 евро. Ну, плюс-минус пару евро. Ну, может быть, где как. У нас вот стоил около 40... Ой, сейчас тоже 58, по-моему, что-то так. Ну, в районе, короче, 60 евро он стоит. Ну, зато вам хватило надолго. Он может пригодиться вам не только для распыления тортиков, окраски, ну и распыление, если будете там обои подкрашивать или ещё что-то. Он может и для любого... для любой работы пригодится. Так что, покупайте, готовьте, красьте. Надеюсь, этот обзор был вам полезным. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!